Колумбия Пикчерс Корпорейшн представляет В фильме «Хороший сосед Сэм» В фильме также снимались Дороти Провайн, Майкл Коннорс, Эдвард Эндрюс, Луис Най и другие. При участии Эдварда Робинсона. Композитор Деволл. Главный оператор Бернат Гаффи. Главный оператор Бернат Гаффи. Главный оператор Бернат Гаффи. Главный оператор Бернат Гаффи. и Дэвид Свифт по роману Джека Финнея. Продюсер и режиссер Дэвид Свифт. Привет. Уже проснулся? Нет. Но проснусь, если ты меня еще раз поцелуешь. Сэм, дети вот-вот будут стучаться в дверь. И мама моя приедет, чтобы отвезти их в лагерь. Сэм. Привет, мама. Привет, папа. Доброе утро, мамочка. Вы сначала должны были постучаться. Девочки, выйдите, закройте дверь и постучитесь. Можно войти? Нет. Сэм. Входите, девочки, входите. Вот и вы. Запредельная энергия. Как ты вкусно пахнешь. Привет, папа. Сэм, я пошла варить кофе. Джена, поможешь мне? С приборами и хлебом с изюмом. Марш в лагерь. Доброе утро, миссис Биссел. Хороший сегодня денек, да? Доброе утро. Доброе утро, Айрин. Как дела? Все хорошо. Хватит крякать. Хорошо. Все нормально? Да, да. Да успокойся ты. Сэм? 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 Эй, Сэм, ты проснулся? О, господи. Да. Сэм? Что? Что? Доброе утро, Сэм. Я возвращаю тебе косилку. Большое спасибо. И еще твою утку. Бедняжка опять заблудилась. Знаешь, что случилось? Она забилась в угол кухни, когда мы завтракали, и разговаривала с моей женой. Как я тебя понимаю, детка, со мной такое тоже однажды случилось. Да, Сэм, насчет косилки. Буду тебе очень благодарен, если к следующим выходным ты потучишь ножи. Хорошо? Да. Тебя подвезти в город? Нет, Мин меня подбросит. Спасибо, Эрл. Ладно, значит, увидимся в офисе. Без чулок не ходи, будет холодно. Хорошо, мама. Послушай, детка, в десятый раз говорю тебе, когда ты выпускаешь Гретхим погулять, не забывай загонять ее обратно, чтобы этого больше не повторялось. Больше не буду. Милый, я не успела сварить тебе яйца. Сварю, когда упакую вещи. Дениса, открой бабушке. Хорошо. Столько вещей в лагерь для двух детей. Знаю. Здравствуй, бабушка. Здравствуй. Привет, мама. Привет, Мин. Боже, они все это берут в лагерь. Здравствуй, Сэм. Эдна. Еще не оделся. Привет, мама. Спасибо, что отвезешь их в лагерь. Мне надо в аэропорт. Здравствуй, бабушка. Здравствуй. Так что ты говорила? Мне надо встретить школьную подругу Дженет Лагерлофф. Она прилетает из Европы. А как же Сэм доберется до работы? Я отвезу его. А обратно он может вернуться с Эрлом. Вот кофе. Девочки, ешьте кашу, иначе не поедете в лагерь. Сэм сделала еще одну штуку. Не могу понять, зачем Сэм делает эти дурацкие вещи. Это ему нравится, мама. Он сооружает большую конструкцию во дворе. Чтобы соседи видели. О, господи. Нравится? Нравится? Что это за штуковина? Это скульптура свободной формы, как и все остальные. Но это шедевр. Можно из гостиной видеть, как это движется. Хотите? Запущу ее для вас. Нет, спасибо. Это рама от старого велосипеда Джены? Да. А это детали от швейной машинки. Но это надо воспринимать все в целом, а не рассматривать каждую деталь. Идея не в этом. Ясно. Идея такого рода скульптуры в том, чтобы показать красоту и радость в обычных будничных вещах. Сэм, если возня с мусором делает тебя счастливым, то делай это. И никого не слушай. Спасибо. Мама, ты не допила кофе? Спасибо, дорогая. Мы обсуждали с Сэмом его хлам. Правда же чудо? У Сэма золотые руки. Мне так нравится. Это произведение искусства? Я ничего не понимаю в искусстве, но это мне не нравится. Прости ее. Мама, зачем ты так говоришь? А тебя никто не спрашивал. Сэм, иди попрощаться с девочками. Они уже готовы. Дженна, так не надо. До свидания, детки. Милая, ты прекрасно выглядишь. Поцелуй меня. Ты просто красавица. Джен, веди себя хорошо. Пока, папа. Девочки, ведите себя хорошо. Делайте все, что скажет воспитательница. Да, папа. И веселитесь вовсю, нам это стоило кучу денег. Нет ничего лучше бабушки для воспитания детей. Пошли, дорогая, нам нужно переодеться. Я уже опаздываю. Ты даже не представляешь, как я рада, что увижу Дженет. Я даже не помню, сколько лет мы с ней не виделись. У нее такой прелестный акцент, Сэм. Она воспитывалась в Европе и сюда приехала учиться в колледже. Сэм, ты не против, если я приглашу ее сегодня на ужин? Сэм? Ты слышал, что я тебе сказала? Можешь себе представить, я вот уже шесть лет езжу каждый день на ту же работу и попадаю в ту же пробку. И они тоже. Каждый день мы, мужья, просыпаемся и едем на работу по той же дороге. Мы одинаково одеваемся. У всех серые костюмы, это шляпа, наглухо застегнутая рубашка и галстук. Как стадо баранов. Сэм, это неправда. Ты не такой, как все. И ты не баран. У тебя свой характер. И я люблю тебя. Почему они не едут? Сэм, ты что-то сказал? Ну вот, тронулись. Я еду в аэропорт. До вечера. Да, до свидания. Сэм, ты чем-то расстроен? Нет, просто мне уже надоело ходить на работу. Та же работа, те же люди, те же лица, тот же загон для баранов в виде офиса, те же проекты для глупой рекламы и... Сэм. Сэм, у нас двое очаровательных детей, и они должны чувствовать, что у них есть дом. Знаю. Мин, просто сегодня такой день, я взбодрюсь. До свидания. До свидания. Эрл подбросит тебя домой? Да, до свидания, дорогая. Доброе утро, Мин. Привет, Эрл. Привет. Привет, Сэм. Хорошего тебе дня, милый. Пока, дорогая. Фил, что там пишут? Сам прочти. Зачем смотреть? Все тоже представление. Да что вообще об этом думать? Пошли. Доброе утро, парни. Доброе утро, мистер Берг. Доброе, Сонни. Доброе утро, мистер Берг. Доброе, Эрл. Доброе утро, мистер Берг. Доброе, Фил. Доброе утро, мистер Берг. Доброе. Имя? Биссл. Оформительский отдел. Доброе утро, Биссл. Доброе утро, мистер Берг. Ларри, я вчера вечером посмотрел твой проект Бёрк и Хейр Доброе утро, мистер Бёрк Доброе утро, Марта Доброе утро, мистер Балчфорд Доброе утро Доброе утро, мистер Боллинг Доброе утро, Сэм Доброе утро, мальчики, мальчики, минуту внимания Сегодня будьте особенно внимательны, хорошо? Хорошо, приезжает мистер Нёрдлингер Хочет посмотреть, как проходит кампания по оформлению рекламных счетов О, да, мы должны поразить его нашими проектами рекламных счетов Затем затащим его на телесъёмки рекламы автомобильных сидений для водителей В общем, устроим ему сегодня настоящее шоу Ладно? Мы готовы к встрече, сэр Красная дорожка на всём его пути Без проблем, шеф Спасибо, парни, спасибо Доброе утро, доброе утро Доброе утро, Глория Доброе утро, мистер Бёрк Доброе утро, девочки Доброе утро, мистер Бесел Привет, привет Так, ребята, сейчас будем снимать Утихомирьтесь, чтобы никто здесь не ходил Закройте там дверь, пожалуйста Дэйв, вы там готовы? Готов Боб Хорошо, начинайте Начинает джим Внимание, мотор Начинаем Со второй цифры Раз, два, раз, два, три Садись в машину, Герц Садись в машину, Герц И берись за руль Мчись, мчись куда хочешь Хоть час, хоть целый день В кресле этом сидеть не лень Герц, посадят тебя на сиденье Нет, стоп Идиот, что ты там делаешь? Босс, это все, что я могу сделать Я не могу сделать лучше Посадите его на водительское место У меня за весь год никто не падал Уберите эту чертову проволоку Уберите проволоку Раз, два, три Поднимай провода Извините за опоздание, мистер Верниер Вернье Да, Вернье Детей отправлял в лагерь Привет, сам Привет, привет, сам Привет А теперь только представьте Мистер Мёрдлингер Как это будет смотреться На ваших рекламных счетах В увеличении И какой-то вызовет эффект Соня, поздравляю с блестящей художественной работой Скажу только, что я потрясен Замечательный рекламный ход Спасибо Я чувствовал, что нужно что-то простое Для мужского образа жизни Яйца Нёрдлингера В этом вся суть Мы ухватили главное Мы только намекаем Никого не шокируя, верно? Видите ли, мистер Нёрдлингер Мы затрагиваем психологический нерв каждого мужчины Символ мужественности и плодовитости Яйца Знаешь, Харф, мне это нравится Хорошо продумано Не знаю, как вы, парни Но увидев это Я собираюсь обедать яйцами Он будет обедать яйцами Молодец, Фил Итак, сэр Что скажете? Хотите знать, что я думаю? Да Я думаю, что это откровенная мерзость И непристойность Я не ханжа, сэр Но я верю, что Всевышний подарил нам чистую супружескую любовь в браке с целью воспитания семьи А они для продажи яиц Неверность Мерзость Распутство Похоть Такой имидж будет у моей компании? Конечно нет Посмотрите на это безобразие Шлюхи и какой-то хлыщ рекламируют яйца Я скажу, что я думаю о вас Все вы испорчены до мозга костей Минуточку, мистер Нёрдлингер Мы все добропорядочные семьянины Не морочьте мне голову Я старый человек, но не дурак, сэр Добропорядочные семьянины Мисс Халверстон Я собрал справки насчет вас Добропорядочные семьянины Это досье на каждого из вас Мистер Бладчфорд Мистер Райснер Мистер Триллинг Мистер Бёрк Мистер Боллинг Ответственный за мою рекламу Дважды в неделю поездки в Окленд А, мистер Боллинг? Вашу молодую секретаршу зовут Все, хватит! Здесь есть все о вас Вы все одинаково плохи Разврат и пьянство Вседозволенность и мерзость Нет, спасибо, сэр На фермах Нёрдлингера Работают добропорядочные семьянины И я не хочу, чтобы нашу компанию Представляли болваны и развратники Пошли отсюда! Мистер Нёрдлингер, куда же вы? Подождите! Мистер Нёрдлингер! Мистер Нёрдлингер! Мы очень сговорчивые! Теперь, когда нам ясна вся картина Мы очень сговорчивые! Я не хочу, чтобы этот грязный человек работал со мной Мистер Нёрдлингер, вы можете взять любого У нас офис полон хороших, честных, добропорядочных семьянинов, сэр Вы не узнаете добропорядочного семьянина, если увидите его Мы очень сговорчивые Дайте нам ещё один шанс, мистер Нёрдлингер У нас огромные возможности Мистер Нёрдлингер, мистер Нёрдлингер, мистер Нёрдлингер Всего ещё один шанс Я не собираюсь упускать эту сделку На кону 600 тысяч долларов Прошу, давайте, найдите кого-нибудь Должен же быть кто-то в нашей огромной организации Хоть один человек, который сможет пройти проверку на мораль Хороший муж, хороший сосед, нормальный обычный семьянин Хоть кто-нибудь Да? Что такое, Биссел? Мистер Вернир, я пришёл к решению Вернье, мистер Вернье, я пришёл к решению На следующей неделе будет 6 лет, как я здесь работаю Я терпеливо ждал, когда меня повысят Но моя карьера в застое По этому вопросу в отдел кадров Я принял решение, я хочу поговорить с мистером Бёрком Ты, наверное, сошёл с ума, Биссел Никто не может говорить напрямую с мистером Бёрком о повышении Алло? Да, сэр Кого? Мистер Биссел здесь, сэр Немедленно пригласи его, Глория Как его зовут? Сэм Привет, Сэм Привет, приятель Как дела, парень? Как семья, Сэм? Прекрасно Сэм, я только что рассказывал старине Харви, мистеру Бёрку о тебе О мин, о детях, о будках и твоих невероятных конструкциях Скульптура из хлама моё хобби Оно будет получше, чем те, что у нас Сэм, давай, садись Садись, Сэм Спасибо, сэр Давай Сразу перейдём к делу Сэм, наша компания Бёрк и Хейер Ничего бы не добилась, если бы не внутренняя демократия Нам нравится помогать молодым людям достигать высот Так что я сказал ребятам Ребята, давайте оглянёмся вокруг и поищем молодого, энергичного парня Добропорядочного семьянина Который мог бы возглавить рекламную кампанию молочных продуктов Нёрдлингера И ставлю доллар против пончика, что ты не догадаешься, кого мы выбрали Кого? Мистер Нёрдлингер? Да Это Сэм Биссел Здравствуйте Здравствуйте, сэр Покажи мистеру Нёрдлингеру снимки своих детей, Сэм Да Это... Дениза Это Дженни Это утка Вы держите уток? Он обожает животных Собак, кошек, уток, всех Вся его жизнь крутится вокруг семьи и этой утки Не пытайтесь меня одурачить, сэр Я и о нём наведу справки Но он настоящий, мистер Нёрдлингер Хороший муж, хороший сосед Семьянин? Каких мало? Пойдёмте, Биссел Покажу вам наше производство Иди, Сэм Чтобы подоить среднестатистическую корову Нужно не более пяти минут Молоко течёт по этим нержавеющим трубам В резервуары Затем его пастеризуют И разливают по бутылкам, не прикасаясь к ним руками Теперь нам нужен подходящий рекламный имидж Ответственная фирма, выпускающая первоклассный продукт Я не буду притворяться, что разбираюсь в рекламе Но хочу вам дать правдивую картину принципов нашей компании Мы простые, обычные люди, выпускающие простую, чистую, повседневную пищу Мы производим кур, яйца и молоко Простота, чистота, правда Возможно, мистер Биссел Простой белый щит А по нему Простыми золотыми буквами У яиц Нёрдлингера Самый большой желток Простота А в верхнем левом углу Моя фотография Правда? Что на это скажете? Это то, с чем можно работать Мне нравится Мне тоже И мне А вы, мистер Биссел, что вы об этом думаете? Честно говоря, мне совсем не нравится Ведь мы о чем говорим? Мы говорим о молоке, правильно? О самом простом и базовом продукте Мне кажется, реклама должна быть такой же простой и основательной Я бы не стал использовать в рекламе никаких претенциозных трюков Кто покупает ваши продукты? Ваши яйца и кур, мистер Нёрдлингер? Ну, кто? Люди? Именно, люди Самые простые, обыкновенные люди Думаю, нам стоит сделать снимки заурядных людей Ни актеров, ни моделей И разместить их на щите И... Простая надпись Мистер и миссис Готфри Любое имя Говорят Продукты Нёрдлингера самые лучшие И всё, точка Заказывайте щиты, Бёрк Одобряю на 100% Перед лицом такой простоты я просто отступаю Прекрасная концепция Чисто и правдиво Это может стать новым словом в рекламе Мой человек Произвёл посадку самолёт королевских авиалиний рейс номер 871 Джен! Глазам не верю Как ты? Рада тебя видеть Выглядишь прекрасно Ты тоже Боже, мех настоящий Да Откуда такой чудесный костюм? Купила по дороге в Париже Ты живёшь в Париже? Да, я тебе всё расскажу Давай заберём мой багаж и пообедаем Чудесно Отличная идея Пошли Вот это вино, мадемуазель 35-го года Уверен, вам понравится Вкуснейшее Нравится? Нравится Хорошо Боже, как я завидую тому, что ты можешь жить по всему миру Какая у тебя жизнь? Не жалуюсь Обожаю свою жизнь Помнишь, что я всегда говорила в школе? Некоторым девушкам суждено быть одиночками Я одна из них Люблю быть свободной Это не значит, что семья не подходит другим Это как раз о тебе, Мин Я ожидала увидеть толстую домохозяйку А ты божественно выглядишь Я очень огорчилась, когда узнала, что вы с Говардом разводитесь Я почему-то думала, что ты выглядишь иначе Как? Черные круги под глазами и всегда слезы? Что-то в этом роде Вот что я тебе скажу, Мин Каждая девушка хоть раз должна выйти замуж за Говарда Эббетса Это все равно, что биться головой о стену Но довольно занятно Это было самым прекрасным событием в моей жизни Он восстановил мою веру в развод Но сейчас, видя тебя такой счастливой и сияющей, я уже не знаю Вот и видишь Сэма, и все поймешь Спасибо, Эрл Хотелось бы увидеть Мин, когда ты ей расскажешь Еще раз спасибо И помни, думай о молоке Да, до завтра, да Дорогая, знаешь что? Где ты? Мин Дорогая? Мин Дорогая Это тебе Не думай, что я спятил Мы должны это отметить Сегодня случилась самая замечательная вещь Я собирался попросить о повышении Вы должны быть Сэм Я подруга Мин, Дженет Дженет Лагерлоф Здравствуйте Здравствуйте Миссис Лагерлоф Лагерлоф, это моя девичья фамилия Пока развод не закончится Я миссис Говард Эббетс Здравствуйте, миссис Эббетс Здравствуйте Рада познакомиться? Я тоже рад Ладно, не буду вам мешать принимать душ Вам ничего не нужно Скажем, мыло Спасибо, у меня все есть Рукавицу для мытья Будьте как дома Спасибо О боже Привет, Мин Какой ужас О, я не знала, что ты уже дома Как неловко я вел себя Как последний дурак С твоей подругой Дженет в душе В душе? В душе, что она там делает? Я ее пригласила Не веди себя так Я хочу вас познакомить Это как-то... Она моя гостья, Джен Джен, кажется, вас уже не надо знакомить Нет Джен, это мой муж Сэм Сэм, это Дженет Мы уже познакомились Да Прошу прощения Ничего страшного Он каждый вечер приносит тебе розы? Мне? О, нет Да, по особому случаю По какому? Я пытаюсь сказать это с тех пор, как пришел домой, дорогая Перед тобой новый ответственный исполнитель рекламы продукции Нердлингера Сэм? Да Не могу поверить Как это чудесно Я купил шампанское, чтобы это отметить Я не знаю, что такое ответственный исполнитель Это очень важная работа Он будет ответственен за всю рекламу Милый, когда ты об этом узнал? Я направлялся в офис, собираясь просить повышения Но прежде чем я заговорил, мистер Берг сам мне дал эту работу Нердлингер странный тип, но я ему понравился Эрл знает? Знает ли он? Он чуть не сбил пять телефонных будок по дороге домой Хотел видеть тебя, когда я скажу об этом Выпьем? Выпьем за вас За ваш дом и за вашу новую работу Поздравляю, милый Спасибо, дорогая Вкусно? У меня идея Давайте отпразднуем это за ужином в ресторане Да Отлично Идите переодевайтесь, а я пока побреюсь Мин, можешь идти в душ А я пока составлю компанию Сэму Сэм! Сэм, где ты? Я здесь Сэм! Ну как, нравится? Великолепно! И столько выдумки А это и это Это почти как работа Жанна Тенгли в Париже Спасибо тебе Ты просто гений Ну я бы не стал Настоящий гений Я творческий старьёвщик Старьёвщик? Это не старьё, это прекрасно Спасибо, хочешь посмотреть, как это работает? Подожди, мне нужно кое-что закрепить Это будет прекрасный просмотр Здорово, что мы будем соседями Как это соседями? Ты не знаешь? Что? Она тебе не сказала? Нет Я сняла вон тот дом сегодня днём Как у Утсонов? Да Я какое-то время жила в Сан-Франциско и устала от отеля Мы с Мин сможем общаться Я думаю, что это отличная идея Мы сможем отпраздновать два события Моё назначение и появление новой соседки Моих новых соседей Спасибо, готово? Да Скрести пальцы Чудесно Сэм, это великолепно Сэм, это великолепно Сэм, это великолепно Прекрасно Жизнь прекрасна Да За тебя Нам надо почаще куда-то выходить Ещё вина, сэр? Отличная мысль Сэм Знаю, завтра адвокаты встретятся со мной Давайте не будем говорить об адвокатах А лучше поговорим о нашем ответственном исполнителе Да, знаете, мне здесь нравится официант Да, сэр, можно ещё бутылку? Конечно, спасибо Может, лучше закажем ужин? Давайте ещё выпьем, дорогая Ладно Хорошо За нас За нас За нас И я сказал мистеру Нёрдлингеру Я сказал Нёрдли Нет, я сказал Я простой, честный семьянин Я люблю свою милую жёнушку Люблю своих детишек Люблю своих уточек И своих славных соседей И новую соседушку тоже люблю Бонжур Бонсар Я сказал, мистер Нёрдлингер Самая простая и основная вещь в мире Это молоко Обычное, добропорядочное, американское молоко Сэм, я проголодалась Давайте поужинаем Было бы здорово, если бы нынешняя молодёжь Последовала моему примеру Добропорядочности Пойду поищу молодых людей И поговорю с ними насчёт добропорядочности Сэм! Поделюсь с ними мыслями Джен, надо увезти его отсюда Извините Я хотел сказать несколько слов о добропорядочности В вашем возрасте я Простите нас Размышлял по-философски Я хочу поговорить Пошли, милый Они милые люди Не бойтесь быть добропорядочными Я горжусь вами Я горжусь каждым из вас И хочу вам сказать Где ключи от машины, Сэм? Я вот что скажу Сейчас мне очень хорошо И если кто скажет, что честная и добропорядочная жизнь не может... У меня нет карманов Я точно тебе не давала их? Все, кто здесь из Огайо, пожалуйста, поднимите руки Сэм! Что? Ключи! Где мы припарковались? Мы припарковались? Нет-нет, с той стороны А мне кажется, с этой Нет-нет, стой! Сэм! С тобой все в порядке? Сэм! Ты не ушибся? Простите, простите Мне ужасно неудобно Как ты? Не волнуйся Я просто упал с кровати Просто обычный Добропорядочный семьянин О, Господи Мин 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 Парень Пожалуйста, поставьте это на стол Спасибо Мин Доброе утро, Сэм Мин, привет Хорошо, вчера посидели Да, Мин здесь Привет, милый Как себя чувствуешь? Что вчера было? Один добропорядочный семьянин Скатился по центральной лестнице Отеля Фермонт И вызвал переполох О, нет Да Это правда Джанет Здравствуй, дорогая Сэм, подержи Здравствуй, Мэл Как ты? Рад тебя видеть Мои партнеры Мистер Уайт Здравствуйте Здравствуйте Мистер Хаунсер Это мои соседи Мистер и Миссис Биссел А это адвокат моего дедушки Мистер Мелнер Мне надо пройти Здравствуйте Здесь слишком шумно Мы приехали поговорить, Джанет Здесь полная неразбериха Давайте пойдем к нам Там спокойно Я сварю кофе Отлично Спасибо Ценные бумаги Портфель акций И пивоварни Лагерлоффа в Сиэтле Приносят высокую прибыль Плюс Пивоварня в Окленде И холдинги во Фресно Где эти бумаги Уайт Вот, сэр Держите Спасибо Состояние оценивается примерно в 15 миллионов долларов Джанет, 15 миллионов? Ты миллионерша? Я никогда раньше не видел миллионеров Не могу поверить Вы уверены? Дед жил очень скромно в своем мрачном доме Твой дед был очень консервативным человеком Не любил экстравагантность Ты его ближайшая родственница Есть еще кузены Айрин Краб и Джек Бейли Которые уже справлялись о завещании Но вряд ли здесь будут проблемы При условии, что ты как можно скорее помиришься с Говардом При каком условии? В завещании твоего деда есть оговорка Что ты получаешь наследство Если твой брак будет счастливым и прочным Так что осталось найти вашего мужа Моего бывшего мужа? И примириться Ни за что? Ни за какие деньги? Насколько я помню, Джанет Ты развелась полгода назад По закону Калифорнии Развод вступит в силу через полгода Полагаю, мы уверенно можем утверждать Что ты еще замужем Что вы думаете, господа? Ну, юридически они не живут вместе С этой стороны брак не совсем законный Но, полагаю, можно говорить, что они женаты По сути Обратимся в суд по делам наследства По закону Джанет все еще замужем Если никто не обратит внимания, что ее муж теперь с ней не живет Но, сэр, извините Если кто-то узнает об этом Он сможет оспорить завещание Но кто это может сделать? Когда на кону 15 миллионов долларов Дорогая, родственники полезут изо всех щелей Ты говоришь об Айрин и Джеки? О них Откуда они могут знать, что мы с Говардом развелись? Есть такая вещь, как частные детективы Не будем предвосхищать неприятности Если никто не вспомнит о Говарде, все пройдет гладко Деньги по праву твои И я сделаю все, чтобы ты их получила Рад был познакомиться, миссис Биссел Я тоже была рада До свидания, мистер Биссел Пойдем, дорогая Ни о чем не волнуйся Спасибо, Мел Все будет замечательно 15 миллионов 15 миллионов 15 миллионов 15 миллионов Джен! Что можно делать с такими деньгами? Я сейчас не думаю о деньгах, надо обустроить дом Тут такой беспорядок Джен права, мы вместе приведем дом в порядок Я пойду приготовлю кофе, а вы начинаете, хорошо? Это, пожалуйста, в спальню, спасибо Здравствуй, дорогая Здравствуй, Дженет Как мы рады тебя видеть Кузина Айрин, кузен Джек Какой сюрприз? Мы не помешали? Совсем нет У тебя здесь вся мебель дяди Отто Я так рада, что она у тебя Ты была его любимицей Его любимое кресло Помню, как он сидел в нем перед самой своей смертью Дорогая, не надо так расстраиваться Я могу присесть? Да, конечно, садитесь, пожалуйста Куда? Простите за беспорядок, вот сюда Сначала я свернул не туда Да, найти нелегко Я свернул налево, а не направо Надеюсь, мы не помешали? Нет-нет, пожалуйста, устраивайтесь Мы заехали выразить свои соболезнования Да, я была очень опечалена Так жаль дяди Отто Я любил старика, как родного отца Славный дорогой джентльмен Мы надеялись увидеть Говарда Ведь мы не знакомы И... Да, Говард К сожалению... Дженет Да? Куда положить эти полотенца? Дорогой, подойди на минутку Ты ведь не знаком с моими кузенами? Нет Айрин Краб, Джек Бейли, мой муж Говард Это те самые родственники, о которых мы говорили, дорогой Господи, Говард, наконец-то мы познакомились Говард, дорогой Так ты и есть тот счастливчик, который заполучил Дженет Пожалуйста, сидите, сидите Извините за беспорядок, но мы только сегодня утром переехали Мы только утром переехали, да, дорогая Мы понимаем Когда-нибудь здесь будет очень мило Но есть люди, которым нравится все современное Конечно, но нам неважно, где находиться, лишь бы быть вместе, верно, дорогая? Да, когда мы вместе, все остальное не имеет значения Мин! Мин, дорогая, спасибо тебе большое Это мои родственники, о которых я тебе рассказывала, помнишь? Это моя дорогая соседка Минерова Бисел Джек Бейли и Айрин Краб Здравствуйте Здравствуйте Мы сейчас говорили, что мы с Говардом счастливы везде, лишь бы быть вместе Здравствуйте Ты с Говардом? Да, дорогой? Да, и нам повезло, что мы живем рядом с вами и вашим чудесным мужем, миссис Бисел Вы очень любезны Нет, я говорю серьезно Сэм такой замечательный человек, лучше всех на свете Разве не правда, миссис Бисел? Хотите кофе? Нет, спасибо Благодарю, милая, но нам пора Мы заехали выразить соболезнования Боюсь, мы приехали не вовремя Да нет, что вы А где этот Сэм? Знаете, лет 25 назад в этом округе было гораздо меньше людей Наверное, вам не очень удобно жить в таком месте Точно? Никто не хочет кофе? Нет, спасибо До свидания, миссис Бисел Рада была познакомиться Я живу тут рядом До свидания Передайте привет Сэму До свидания, дорогая Рада видеть, что ты так счастлива Да, до свидания, пока, Айрин Говард рад был познакомиться Спасибо, сэр До свидания, Говард Пока Пока, пока Рад был, пока Самое безумное приключение в моей жизни Сэм, ты был великолепен И спасибо тебе Все нормально Думаю, они все знают, поэтому и приехали Конечно, я поняла это сразу, как только они вошли Думаю, мы их одурачили Правда? Мы оба хорошо сыграли Ты был просто великолепен Да? Привет, это я Мин Привет, это Мин Вы были оба великолепны Но опасность не миновала Они все еще здесь Сидят в машине Сэм, посмотри, они еще там А мне надо на работу Что делать? Что он сказал? Что ему нужно на работу А он еще в пижаме Он должен выйти из твоего дома Приходи ко мне, я положу его вещи в сумку Хорошо, отличная мысль Сэм Мин все придумала Я пойду к вам и принесу твою одежду Не волнуйся И принеси мою бритву И не так Красавица Сэм Мин Битву Сэм? Да? Мин посоветовала мне отвезти тебя на работу, чтобы было правдоподобно. Да. Когда ты должен быть на работе? Уже. Первый день в роли ответственного исполнителя, и я опаздываю. Без паники, я отвезу тебя. Носков нет. Забыли носки. Ты забыла... Я даже не побрился. А не на той стороне улицы. Говори тише и улыбайся. За ними. Зачем? Я приведу тебе 15 миллионов причин. Зачем? Сэм, положи сумку на заднее сидение. Что? Не оглядывайся. Посмотри в зеркало. Похоже, это их машина. Они следят за нами. Доброе утро, сэр. Доброе утро. Вы помните моих ребят, сэр? Доброе утро. Мистер Нёрдлингер. Это Ричард Тарагун. Мистер Нёрдлингер. Здравствуйте. Он лучший фотограф рекламы. Он сделает фантастические снимки для ваших счетов. Мне не нужны фантастические снимки. Мне нужны нормальные снимки. Обычных людей, как сказал Биссел. Советуйтесь с ним. Он разбирается в этом. Не беспокойтесь, мистер Нёрдлингер. А вот и наш любимчик, мистер Нёрдлингер. Смотри. Они встали прямо за нами. Наверное, нам стоит продолжить нашу игру. Пока, дорогая. Очаровательная картина семейного счастья. Извини за все это, Сэм. У нас не было другого выхода. Здравствуй, Сэм. Сэм, подойди, пожалуйста. Мистер Нёрдлингер хочет познакомиться с миссис Биссел. Да, с миссис Биссел. Что? Что? Это мой босс и его заказчик. Как я им все это объясню? Очень просто. Скажи им правду, что я твоя соседка. Здравствуйте. Здравствуйте. Но добропорядочный семьянин не целуется с соседкой на улице. Доброе утро, прекрасные, славные люди. Доброе утро. Доброе утро. Мистер Бёрк, хочу познакомить вас с моей миссис Биссел. Я очарован. Позвольте вам помочь. Осторожно, юбка. Знаете, вашего Сэма здесь все обожают. Я хочу познакомить вас с мистером Нёрдлингером. С удовольствием. Он наш самый трудный клиент, но Сэму удалось уломать его. Неужели? Брейся более тщательно, Сэм. Ты должен выглядеть опрятно. Миссис Биссел, позвольте вам представить мистера Нёрдлингера. Доброе утро. Доброе утро, мадам, рад познакомиться. Здравствуй, Сэм. Доброе утро, сэр. Соня, ребята? Здравствуй, Сэм. Доставьте нам удовольствие. Поужинайте сегодня со мной и моей женой. Она очень хочет с вами познакомиться. Я позвоню домой жене, вдруг у неё на вечер другие планы. Домой? О чём вы говорите? Мы с удовольствием к вам придём, правда, Сэм? Боже. Тогда в восемь. Сэм, к ужину мы всегда парадно одеваемся. Рад был познакомиться. И мне было очень приятно. Мне тоже. До свидания. До свидания. Помните, нормальные фото. Да, обычных людей. Понял. До свидания, мистер Нёрдлингер. Пока. Дело начинает выходить из-под контроля. Тебе не кажется, что... До свидания, дорогой. До свидания, господа. Приятно было познакомиться. Пока, пока. Пока, дорогой. Тебе повезло, Сэм. Здравствуйте, мистер Бёрк. Привет, парни. Может, объяснишь мне, кто эта пташка? Нужен творческий подход. Типа того, что я делал раньше. Отлично, отлично. Почему бы вам не поручить это мне, сэр? Что вы думаете о чёрно-белой фотографии? Что за ципа, с которой ты сейчас целовался? Тише. Нам нужны нормальные, чистые... Здравствуйте, мистер Боулинг. Сэм, мне-то уж можно сказать. Привет. Потом. Что значит потом? Что? Всё очень просто. Здравствуйте, мистер Бесел. Доброе утро. Привет. Всё очень просто, но объясню потом. Что ещё за секреты? Я попал в трудное положение. Я вижу. Послушай, она лучшая подруга Мин. Лучшая подруга Мин? Да. Ребята, перестаньте разговаривать. Тишина. Включай, Джим. Спасибо. Начали. Так, сейчас начинаем с третьей строчки. Ясно? Начали. Раз, два, раз, два, три. Целый день, целый день в кресле Герца. Нам не лень колесить, куда глаза глядят. Герц сажает тебя в кресло водителя. Нет, нет. Нет, стоп, останови. Что за... Ты вообще не ухватил идею. В кресло водителя, идиот. Сколько раз мне это ещё репетировать? Они всё делают не так. Может, начнёшь сначала? Она лучшая подруга Мин, и она всё знает. Сэм, что ты здесь делаешь? Пошли, мы с ребятами хотим тебе кое-что показать. Пошли, Сэм. Сюда, сюда. Сэм. Девочки. Только, Сэм, не зазнайся. Это наша благодарность за то, что ты вернул нам мистера Нёрдлингера. Мистер Биссел. Теперь ты здесь, Сэм. Повезло тебе, Сэм. Молодец, Сэм. Теперь ты здесь. Поздравляю. Удачи, Сэм. Спасибо. Входи, это твой кабинет. Добро пожаловать, Сэм. Сэм наш человек, он не даст нам упасть. Давай смелее, садись. Это всё твоё. Спасибо. Вот, Сэм. Сигара исполнителя. Не стесняйся, положи ноги на стол. Ты здесь хозяин, клади ноги. Где твои носки, Сэм? Где твои носки, Сэм? Это трудно объяснить. Всё нормально. Не надо мне ничего объяснять. Я понимаю. Я знаю, как трудно сводить концы с концами, когда у тебя большая семья. Но мы и об этом позаботимся. С сегодняшнего дня твоя зарплата значительно увеличится. Ладно, ребята, вернёмся к работе. Повезло, парни. Удачи тебе. Хорошего дня. Запишите это на счёт Нёрдлингера. Запишем. И ещё раз спасибо. Поздравляю с новым назначением, мистер Биссел. Спасибо, Марша. Меня назначили к вам. Очень хорошо. Мне что-то сделать для вас? Да. Соедини меня с миссис Биссел, пожалуйста. Спасибо. Мистер Биссел? Да. Ваша жена на первой линии. Спасибо. Привет, милая. Извините, мистер Бёрк. Вы говорите по селектору, а ваша жена на телефонной линии. Первая линия. Спасибо. Алло. Привет, милая. Кто это был? Это моя секретарша. Теперь у меня есть секретарша. Свой кабинет и увеличение зарплаты. Видела бы ты кабинет. Здесь есть всё. И окна. Всё. Что? Отметить вечером? Да, я хочу тебе сказать. Тут такое случилось. Ну, одно деликатное дело. Я уверен, ты поймёшь. Будешь смеяться, когда я тебе расскажу. Я не понимаю, почему ты сразу не сказал им правду. Дорогая, я же говорил тебе, что ты не знаешь этого Нёрдлингера. Он очень странный тип. У него пунктик насчёт верности и брака. И он никогда не поймёт, что твоя красивая подруга целовала меня просто так. Это Дженет. Дорогая, мы должны постараться быть разумными, хорошо? Я стараюсь, но ужасно трудно понять, как ты попал в такое абсурдное положение. Послушай меня, милая. Я стараюсь быть разумной, но мне не удаётся. Но я стараюсь. Привет. Мин, мне жаль, что так случилось. Я бы за миллион долларов не стала бы огорчать тебя и Сэма. С другой стороны, за 15... Мин, прости, я не это имела в виду, правда. Со мной всё в порядке. Поторопитесь, а то опоздаете. Да, хорошо. До свидания. Ладно, извини, дорогая. Мы постараемся не задерживаться. Отлично выглядите. Да. Пока. Пока. Хорошего вечера. Мой женский клуб начал кампанию против отвратительных публикаций, наводнивших наши библиотеки и газетные киоски. Я хочу пригласить миссис Биссел в этот четверг на наше еженедельное сожжение этих книг, если она свободна. Она была бы рада, миссис Нёрдлингер, но в четверг наш церковный комитет играет в бинго. Я не одобряю игры. Они играют на драже. А это другое дело. Понимаете, мужчине нужен фундамент, на котором можно построить безукоризненную жизнь. Мы с миссис Нёрдлингер ненавидим разврат и супружескую неверность. Да, мы с Сэмом тоже. Вы даже не поверите, в каком пороке живут некоторые представители нашего общества. Но Господь накажет этих распутников и выродков. Их дни сочтены. Исайя, глава 6. Аминь. Исайя, глава 6. Ключи у меня, Сэм. Спасибо, до завтра. Да. Спокойной ночи, Джен. Сэм. Грабитель. Что? Что? Это я, Дженет. Тихо, не включайте свет. Я никого не вижу. Сэм. Подожди, я включу свет. Нет. Почему? Не включай свет. Перед вашим дома уже несколько часов стоит какой-то фургон. Идите, посмотрите. Посмотрите. Вставать посреди ночи, смотреть на какой-то фургон, что за дела? Видите? Видите? Я же говорила. Я же говорила. Ну да, фургон, наверное, водитель. Припарковался здесь со своей девушкой. Ты видишь, что на нем написано? Брукфилдская компания по продаже пылесосов. Брукфилд, Брукфилд. Нет, такой компании по продаже пылесосов. Я так и знала. Это частный детектив. Помните, адвокаты нас предупреждали. Боже, страшно. Интересно, что хочет увидеть этот частный сыщик? Очень просто. Только одно. Он хочет видеть, что завтра утром мой муж выйдет из моего дома. О, нет. Опять? Подожди, Сэм. Мы не можем теперь бросить это дело. Уже светает. И если в фургоне кто-то сидит, он увидит, как я перебегаю через газон. Боюсь, он прав. Минуту. Конечно. Есть простой способ переправить туда Сэма. Выстрелишь мной из пушки, дорогая? Не говори глупости, у нас нет пушки. У меня идея получше. Сэм, готов? Давай. Дорогая, я против этой затеи. Уйди, Берни. Берни! Не уроните меня! Берни, уйди от меня! Уйди! Мы уже на месте? Нет, мы пока развешиваем белье. Берни, уйди, Берни. Берни, уйди же! Самый простой способ перенести Сэма из дома в дом. Вот, не забудь брюки. Большое спасибо. Твои ботинки. Если хотите знать мое мнение, то я не делал в жизни ничего более нелепого. Доброе утро, Джо. Доброе утро, Гарри. Доброе утро, мистер Палма. Мистер Рэй? Здравствуйте, миссис Биссел. Доброе утро, мистер Рэббет. Привет, дорогая миссис Биссел. Я опять забыл носки. За нами следят. Как дела, Террагон? Это будут потрясающие снимки, мистер Бёрк. Столько чудаков... Нет, подожди. Нёрдлингер не хочет чудаков. Нам нужны обычные, простые люди, Гарри. Я понял. Вот, обычная парочка обывателей. Нет, нет, Террагон. Они слишком нормальные. Нужны приятные лица. Средние, приятные американцы, Террагон. Вот. Посмотри. Вот, здоровые, привлекательные, приятные муж и жена. Но это же мистер Биссел. Это будет нечестно. Какая разница, что он работает у нас? Это твои обыкновенные, добропорядочные муж и жена. Хватит болтать. Делай снимки. Увидимся. Послушай, вы с Мин были так добры ко мне, и я хочу кое-что сделать для вас. Что именно? Когда я получу наследство, я подарю вам миллион долларов. Что сделаешь? Подарю вам миллион долларов. Ты? Без тебя и Мин я бы никогда не получила этих денег. Это правда. И никаких возражений. К тому же, все уже улажено. Я сейчас еду в офис к Мелнеру уладить формальности. Даже не знаю, что сказать. Тогда ничего не говори. Нам надо продержаться несколько дней, и мы миллионеры. До вечера. Они мне не нравятся. У этого есть достоинства. Он ужасен. А этот? Вроде нормальный. Ужасный. Ужасный, ужасный. Они все ужасны. Ни один из них не соответствует духу нашей компании. Я прав? Сэм? 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 Да, сэр. Объясни этим пустоголовым, каких людей мы хотим видеть в этой рекламе. Кто должен быть на счетах? Простые, средние, обычные миллионеры? Что? Люди. Обычные, приятные люди. Поняли, ребята? Спасибо, Сэм. Не за что. Миссис Эббетс, нет дома. Здравствуйте. Вам помочь? Да, пожалуй. А вы кто? Это не ваше дело, но я ее соседка. Здравствуйте. Вы не скажете, когда она вернется? Она в городе подвозит своего мужа. Своего мужа? Да, своего мужа. Он живет здесь с ней, а не обычная семья. Вот что, дамочка, не знаю, кто этот Джокер, но он ей не муж. Нечего крутиться вокруг дома, иначе я вызову полицию. Полегче, дамочка. Я ухожу. Передайте этой сладкой парочке, что вечером я вернусь и разберусь с ними обоими. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Алло? Сэм, как хорошо, что ты позвонил. Мне нужно тебе столько сказать. Ломился в дом Дженет? А как он выглядит? Что такое? Она видела детектива, который пытался залезть в твой дом. Он заявил, что я тебе не муж, и вечером он с нами разберется. Сэм, мне страшно. Послушай, Дженет напугана. Лучше я вернусь, когда уже стемнеет. Вешаю трубку, меня ждет жена. Кто ждет? Ну, это как бы. Для маскировки. Я вернусь сразу, как только стемнеет. Мне правда страшно. Не беспокойся, я тебя буду защищать. Но ты вернешься домой, когда стемнеет. Поздороваюсь и вернусь. Сэм, мне ужасно неприятно об этом просить, но не мог бы ты сегодня переночевать у меня? Да, так будет лучше. Спасибо, ты такой милый. Послушай, до темноты еще пару часов. Чем займемся? Надо как-то убить время. Что вы обычно вечерами делаете? Обычно Мин наливает мне мартини. Хорошо, я налью тебе мартини. Располагайся. Сэм, разве ты не должен танцевать рядом со мной? Нет, каждый танцует как хочет. Мы расслабляемся. Хорошо. Что ты собираешься делать? Стейк. Ча-ча-ча. Стейк ча-ча-ча. Еще кусочек? Нет. Картошки? Я наелся, все было очень вкусно. О, Мин. Который час? Девять часов, извини. Будь осторожен. Спасибо за ужин. Скоро вернусь. До встречи. Милая? Привет. Извини, что я так задержался. Пришлось ждать, пока стемнеет. Стемнело в 8.18. Что вы делали все это время? Убивали время. Это было непросто. У нас с Джен мало общего. Я слышала музыку. Ну, в конце концов, она от скуки поставила музыку. Мы готовили ужин. Ах, ужин! Да. Сэм, не говори мне, что ты поел. А как же мой ужин? Она приготовила только для себя. А я умираю от голода, дорогая. Хорошо. Садись, дорогой. Да. Вот булочки. По-моему, они подгорели. Они больше часа провели в печке. Твое любимое блюдо. Кастрюля макарон. И толстый слой моцареллы сверху. Все как ты любишь. О, боже. Боже, боже, боже. Боже, боже, боже. С корочкой. Как ты любишь. О, боже, боже. Все, хватит. Хватит. Ты точно больше не хочешь? Это будет слишком. Хорошего понемножку. Ты правда думаешь, что мы можем их взять? Что? Деньги. Миллион долларов, которые Дженет хочет нам подарить. Тебе не будет неловко? Это всего лишь миллион. У нее их целых 15. Что ей этот один? Да, но вот мы сидим на кухне, едим, и вдруг, откуда ни возьмись, миллион долларов. Знаю, но она настаивает. И адвокаты говорят, что она имеет на это полное право. К тому же, мы ей так помогаем. Я же на самом деле ей не муж. Не муж. Это же простая формальность. Вспомни, сколько ты всего хотела. Норковое пальто. Да. Но это только мечты. Я не хочу думать об этом. Дорогая, было очень вкусно. Спасибо. Прости, дорогой. Алло. Привет, Джен. Хорошо. Сейчас его пришлю. Да, пока. Дженет, страшно. Да. Вот твоя зубная щетка, дорогой. Бритва, носки. И чистая рубашка. Если детектив появится, не лезь в драку. Не волнуйся, я его не боюсь. Знаю, но все же будь осторожен. Да, спокойной ночи. Как же это ужасно. Я целую тебя на ночь, а ты идешь провести ночь с другой женщиной. Очень привлекательной женщиной. Берегись. Я же сказал, что не боюсь его. Я имею в виду ее. Дорогая, она же твоя лучшая подруга. Знаю, прости. Хорошо. Спокойной ночи, дорогая. Я люблю тебя. И я тебя. Пока. Спи на левом боку, чтобы не храпеть. Хорошо. Пока. Тише. Привет, Мин. Спасибо. Спокойной ночи. Что ты сказал? Ничего. Извини. Закрой дверь. Дорогая, я тебя. Сэм, я постелила тебе здесь. Подойдет? Конечно. Что будем делать, если он появится? Насчет этого не волнуйся. Хорошо. Вот пижама моего мужа. И полотенце. Ванная там. Если что-то понадобится, разбирайся сам. И спасибо тебе. Я это очень ценю. Ты самый лучший человек на свете. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спасибо. Неудивительно, что они развелись. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Берегись, говорит Это прямое оскорбление Берегись Все знают, что я за человек Хороший семьянин, скромный Почему она оставила дверь открытой? Куда это ты направился? Ты не поймешь, Сэм Ложись и спи спокойно Субтитры сделал DimaTorzok Не можешь уснуть, дорогая? Да Не знаю, почему, Сэм Не знаешь? Нет А я знаю Да и ты тоже Нет, Сэм, я не знаю Да Нет, я не знаю Нет, нет, нет Не кричи Я ничего не сделал Я ничего не сделал Ничего Я этого не делал Я этого не делал О, Сэм Я этого не делал Я этого не делал Развратник Нет, нет, нет Это неправда Я простой, обычный, добропорядочный семьянин Она там лежит и думает Что, я на нее наброшусь Лучше пойду к ней и скажу, чтобы она не волновалась об этом Я никогда такого не сделаю Пусть не волнуется Джен? Джен? Я только хотел сказать, что не буду врываться к тебе среди ночи и пользоваться ситуацией Но, Сэм Даже если бы и хотел этого, а я хочу Конечно А что случилось? Дело в том, что Мин этого опасается Я объясню, Мин, и скажу, что ты вел себя как достойный джентльмен Спасибо, спасибо Спасибо Сэм? Это он Сэм? Сэм? Будь осторожен Сэм? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Сэм! Сэм, не надо! Держи его, Сэм! Сэм, держи его! Я поймал его! Я держу! Отпусти его! Это мой муж! Кто? Мой муж! Прости, я не знал! Сэм! Я не знал, что это твой муж! Это мой муж! С тобой всё в порядке? Ты не ушибся? Кто этот тип? Извините, я пытался помочь Дженет. Помочь ей? Это правда! Конечно, он помогал. Очень видно, как ты помогал ей. Ты в пижаме, а она в ночной рубашке. Что ты хочешь сказать? Какое недостойное замечание, Говард! Как ты смел! Извинись немедленно! Извиниться? Да! Я прихожу ночью и нахожу эту обезьяну в светящейся пижаме, а свою жену в ночнушке. Конечно, я в ночнушке. А в чем я должна быть ночью? В пальто? Может быть и так. А ты одна с этим идиотом в дурацкой пижаме. То, что он здесь, это твоя мина. Моя? Да, я просто дала ему пижаму, которую ты никогда не носил. Что, это та пижама? Да. Которую ты купила мне, когда мы ездили в Кармель? А теперь ты отдала её этому Жигало. Не быть таким сентиментальным по поводу какой-то пижамы. И вообще, что ты здесь делаешь? Я приезжал сегодня поговорить с тобой. Что же не стал? Тебя не было? Почему не дождался? Твоя соседка Проныра застукала меня и хотела вызвать полицию. Не обзывай мою жену Пронырой. Твою жену? Да, его жену. И она ещё моя лучшая подруга. Она любезно одолжила мне своего мужа, чтобы мы казались счастливой семьёй. Чего у меня с тобой никогда не было. Да, но... Минуточку дайте я вам. Я только хочу знать, что... Я сейчас объясню. Моя жена, так сказать, одолжила меня Дженет, но только для того, чтобы её признали наследницей её деда. 15 миллионов долларов. 15 миллионов долларов? Да. И не делай вид, что ты этого не знал. Нет. А я поняла, почему ты вдруг сюда заявился. Ты хочешь деньги загробастать. Ужасный ты человек. Да нет, послушай, Дженет. Нет. Дженет, я... Дженет, ты не права. Ну, конечно. Дженет, я ничего не знал о твоём наследстве до этой минуты. Я приехал не ради денег, а ради тебя. Немедленно убирайся отсюда. Даже не думай, что я уйду среди ночи, оставив жену в ночной рубашке с этим типом в моей пижаме. Даже не думай! Ещё раз заикнёшься об этой пижаме, я закричу. Я тебе не жена. Вон! Шутишь? Я никуда не уйду. Хорошо. Сэм? Что? Вышвырни его. Да. Да. Давай, вышвырни меня. Ты уже не сможешь прыгнуть на меня сзади. Давай! Это ваши семейные разборки. Меня это не касается. Я возвращаюсь домой. Нет, 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 нет! Ты не можешь так поступить. Ты же знаешь, что за нами следят. И что он подумает? Он видел, как ты входил в этот дом, а утром выйдешь из другого. Нет, пожалуйста. Ещё, ещё один раз. Ну, до утра. Пожалуйста, Сэм. Прошу. Прошу. Останься ради меня. Эй, пижама! Проснулся? Джен сейчас на кухне была вне себя. Эти крики, вопли. Они навеяли мне ностальгическое чувство. Как будто мы до сих пор женаты. Мои самые счастливые дни в жизни – это баталии с Джен. Если ты хочешь прогуляться по тропинке воспоминаний, делай это, пожалуйста, потише. Когда я говорю баталии, то это правда были драки. Нокдауны и тому подобное. У неё отличный хук левый. У меня здесь остался след на плече. И с пяти раз она три раза пригвоздила меня. Правда? Не знаю, как тебе, а мне завтра утром на работу. Да, мне тоже. Вот и хорошо, хорошо. Тогда, может быть, ты уйдёшь отсюда, пока темно. Ты куда мне идти? Ты бы мог прокрасться на мою террасу и поспать в моём уютном кресле. Подождёшь до утра, я позвоню жене, объясню ей эту нелепую ситуацию. Она впустит тебя через заднюю дверь, а выйдешь через переднюю. И тот парень в фургоне, решив, что ты там живёшь, просто был в командировке. Ты хочешь, чтобы я спал на улице? Я же не могу впустить совершенно чужого человека в дом к моей жене. Забыли. Хорошо, тогда сам объясняйся с тем парнем в фургоне, когда завтра утром мы вместе выйдем из этого дома. 15 миллионов коту под хвост. Объясни ему это. Валяй! Ладно, ты прав. Но на веранде мне будет холодно. А ты возьми одеяло. Большое спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо. Я же сказала, что ещё раз придёте сюда, я вызову полицию. Послушайте, я Говард Эббетс. Кто? Муж Дженнет. Понимаете, я спал на веранде. Вы муж? Да. Извините, я думала. Входите, выпейте кофе. Я звонила Мин. Говарда нужно отвезти на работу. Да? Да. Ешь скорее тост, а то опоздаешь. Я не хочу есть. Что-то уставился в окно. С Мин все в порядке. Конечно, в порядке. Да. Я просто смотрю. Он ведь парень привлекательный. Да, он привлекательный. Но это только с виду. Только с виду. Смазливое лицо. Да. Но в нем нет глубины. Никакой глубины. И потом он не в ее вкусе. Конечно, он не может быть в ее вкусе. Какой ты смешной. Сама повторяет, как попугай. И вообще, я не голоден. Скорей, Сэм. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Привет, Джен. Милый, удачи тебе на работе. Да. Пока-пока. Пока. До скорого, милая. Хорошего тебе дня. Доброе утро, Мин. Привет, Сэм. Послушай, назад мне тоже надо вернуться с тобой. Подхвати меня у почты в пять часов. Пожалуйста. Пожалуйста. И будь добр, не хлопай так сильно дверцей. Учишь меня, как хлопать дверцей моей машины? Твоей машины? Да. Я ее купил и буду хлопать дверцей, когда захочу. Хорошо, хорошо. Подожди. Это не моя рубашка на тебе. Да, твоя. И брюки твои. И майка твоя. И носки, которые твоя мама купила тебе во Франции. Мин сошла с ума. Дорогая, зачем ты дала ему мою майку, мою рубашку и мои лучшие носки? А что мне оставалось делать? У него был такой помятый вид, когда я его увидела. И он был очень подавлен. А в чистом и после души настроение улучшается. Он принимал душ? Конечно. А разве ты не принимал душу, Дженет? Нет, я не принимал душу, Дженет. Ты что, считаешь меня сексуальным маньяком? Сэм, ты шумишь, как ревнивый муж. Он оказался очень приятным человеком. Он добрый, благородный и очень красивый. Это он-то очень красивый. Он чуть более выразителен, чем обычное яйцо. Оно не сравнится с яйцами Нёрдлингера. Сэм, ты ревнуешь. И это прекрасно. Я не думаю, что это... Сэм, проблема. Минутку, что такое? Извини. Но в отделе возникла большая путаница. В чём дело? Они думают, что та девушка – это Мин. Какая девушка? Девушка, которую ты обнимал и целовал. Это часть обдуманного плана, даже не пытаясь понять, какого. Тебя не интересуют рекламные щиты? Эрл, пожалуйста, не донимай меня. Пожалуйста. Я знаю, что я делаю. До свидания. Хорошо, я ничего не понял. Ну, ладно. И закрой эту штуку. Хорошо. Извини, я говорил с тупоголовым Эрлом. Фургон всё ещё там? Там. Мне он нравится не больше, чем тебе. Ещё одна ночь, и всё будет позади. Я тоже тебя люблю. Прости. Держись, естественно. Я чувствую, что за нами наблюдают. Конечно. Как же хорошо быть дома. Да. Интересно, что моя малышка приготовила на ужин. Сэм. Не забывай, ты возвращаешься не к своей жене, а к моей жене. Не забывай этого. Это же относится и к тебе, приятель. Не забывай. Стоит в моём белье и ещё угрожает мне. До скорого, друг. И спасибо, что подвёз. Не за что. И после трёх лет учёбы в юридическом колледже Дин не узнал меня. Как это возможно? Не спрашивай. И тут Элли Уитни поворачивается к нему и говорит, не трогай мой джин своими ватными руками. Отличная история, да? Самая смешная из всех, что я слышала. И ты так здорово рассказываешь. Спасибо. Ты никогда не думал стать писателем? Писателем? Я нет. Писателем? Гоби писатель. У него сроду не было ни одной своей мысли. Верю. Меня убивает его парик. Ведь у него парик, да? Нет, у него свои волосы. Тогда ему нужна стрижка у стилиста, а не у обычного парикмахера. Любой, у которого такой качан на голове, должен ходить к стилисту. Его силком к зеркалу не затащишь. Слышишь? Играю танго. Потанцуем? С удовольствием. Хочу спросить об этой горе мусора. Ты что, забыла его выбросить? Нет, это творение Сэма. Он любит баловаться искусством. Искусством? Безумное творение. Как это заводится? Поворотом ручки? Вроде да. Руки прочь от моей машины. Тип в фургоне. Прочь, прочь, прочь. Извини. Не смей. Прости, дорогой. Какой он чувствительный. Очень. Творческая личность. Это смешно. Я завелся из-за какого-то психа. Все понятно. Типичный случай. Он воспользовался тем, что хорошо танцует, модно одет. А ты была молода и наивна, конечно. Ты подумала, что он хороший парень, потому что никогда не лез к тебе. А затем вы поженились. И ты его раскусила. Маменькин сынок. Сплошная показуха. Печальная сторона американской жизни. Нет, он не маменькин сынок. Все наоборот. У тебя есть записи мамбо? И ча-ча-ча. И ча-ча-ча. Да. Отлично. И конга. Прекрасно. Помнишь такой танец? Представляешь, два года назад мы с Сэмом выиграли танцевальный конкурс Чернстона. Извини. Мин, с тобой все в порядке? Дорогой! Конечно, что за вопрос? Я соскучился. Что ты сейчас делаешь? Мы с Гови собираемся играть в карты. С ним очень весело. Не сомневаюсь. А в какую игру? Бридж новобрачных. Отличная игра. Она парная. Может, сыграем вчетвером? Надо спросить Гови. У него был тяжелый день на работе. Подожди минутку. Она должна спросить Гови. У него был тяжелый день на работе. Хорошо, но недолго. Завтра у Гови загруженный день. Хорошо. Сэм? Сэм, милый. Он говорит, что вы можете прийти, но только ненадолго. Конечно, я не буду утомлять Гови. Мы не помешаем? Нет, нет, все нормально. Можете прийти ненадолго. Боже, хорошо. Пока, Мин. Пока. Она спятила. Знаешь, Минси, милая, мы бы сейчас не выиграли, если бы он так не промахнулся. Да, ты уже это говорил. Значит так, Гови. Они должны нам доллар сорок два цента. Ладно. Теперь, когда все подсчитано, может, выпьем по стаканчику на ночь. Сэм, что тебе налить? Я сам. Да нет, я хочу быть гостеприимным хозяином. Я могу сам себе налить в своем доме. Я сама всем налью. Джен? Мне все равно, что. Гови, виски содовый и содовый, да? Да, и вода. Прости. Я помогу, милая. Ладно. Сэм, принеси еще льда. Лед, пожалуйста. Если их брак расстроится, я скажу, что ты в этом виноват, Говард Эббетс. Я? Да, ты. Слушай, ты сама все это затеяла. А ты среди ночи ворвался в дом. Я всегда знал, что ты эгоистка, но я никогда бы не подумал, что ты опустишься так низко, чтобы разрушить этот прекрасный брак из-за элементарной жадности. Жадности? Да. Как ты смеешь такое говорить? Как я смею? Да. Ты сказала, как ты смеешь. Теперь я узнаю свою прежнюю девочку. Давай, милая, проведем парочку раундов. Нет, 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 нет. Меня ты этим не заманишь. Он к тебе приставал? Приставал или нет? Не надо на меня так смотреть. Это не праздный вопрос. Чтобы ты знала, он славится излишней сексуальностью. Славится? Не скажу, что он помещает объявление, но его жена мне об этом сказала с отвращением. Можешь представить, что такое быть замужем за таким человеком? Она-то сексуально нормальная. Ну, ты сама мне это говорила? Кажется, когда мы только поженились, мы это обсуждали. Что ты смеешься? Ты просто прелесть. Я соскучился. Я тоже. Когда все это закончится? Скоро. Думай о миллионе долларов. Да. Кругосветный тур, ничего, неделание, будущее. Детей, никаких тебе Вернье, Берка и Харви. Знаешь, чего мне больше всего не хватает? Чего? Без тебя моим ногам так холодно. Биссел, если ищешь виски, то он на полке. Мы уже нашли. Наконец-то. Спасибо. Гови, можно тебя на минутку? Пожалуйста. Конечно. Да. Говард. Гови. Я бы хотел провести эту ночь в своем доме со своей женой. Знаешь, а ведь это отличная мысль. Я бы тоже хотел провести время наедине с Дженет. У нас есть масса поводов подраться. Значит, договорились? Ладно, минутку. А как же тот тип в фургоне? Тем более, сегодня полнолуние. У меня есть план. И какой же? Я отправлюсь с Дженет к ней домой и сразу пойду на веранду. Зажгу сигарету, чтобы ты знал, что я там. Ты делаешь то же самое, и я буду знать, где ты. Зажгу сигарету. Когда девочки лягут, да, и погасят свет, я подам тебе сигнал. Свистну. Это будет сигналом для нас обоих поменяться местами. Бисал, ты гений. Когда будешь бежать, пригнись. Если он и увидит, то не узнает нас. Постой, постой. Хватит давать советы. Я был морским пехотинцем. Как-нибудь справлюсь. А я служил в спецотряде. Я лучше знаю о ночных действиях. Минуточку, Зазнайка. Я расскажу тебе о морских пехотинцах. Мы были первыми на Окинабе. Я не хочу об этом вспоминать. Я не хочу. Мы были первыми. Не будем ссориться. Мы же хотим провести эту ночь со своими женами. Да. Знаешь, а ты не такой уж плохой парень, Сэм. Ты тоже, Гови. Что смешного? Что значит эти ухмылки? Да нет, ничего. Ничего. За нашу военную службу и за успешное выполнение задания. Темная сторона Луны. Темная сторона Луны. КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Выключи! Но ты умник, спецназовец. Это утка. Тише! Ты разбудишь соседей. Шутишь? Думаешь, кто-нибудь спит после такого шума? Где мои очки? Что у вас случилось, Сэм? Кто это? Элл, ничего. Извини, извини. Привет, Элл. Детектив это не упустит. Ну да, детектив. Тебе лучше вернуться, Сэм. Пошли. Что ж, не получилось. В любом случае, ты попытался, милый. Спокойной ночи, дорогая. Пока, Сэм. Спокойной ночи, миссис Эббетс. Спокойной ночи, мистер Бисел. Спокойной ночи, мистер и миссис Эббетс. Спецназ. Домой. Отправляйся домой. Доброе утро, миссис Бисел. Доброе утро, мистер Палма. Привет. Доброе утро, Мин. Сэм. Доброе утро, Мин. Доброе утро, Сэм. Доброе утро, мистер Бисел. Ребята, сами разбирайтесь. Сэр, мы просим вашу честь отложить на неделю слушание дела о наследстве. Почему? Мои клиенты наняли частного детектива, который наблюдал за этими людьми несколько дней. Да, мы видели его фургон, якобы продавца пылесосов. Но он не смог нас обмануть. В доме творятся странные вещи. Если это не имеет отношения к делу о наследстве, мне это неинтересно, сэр. В доме происходит что-то подозрительное, сэр. Мы просим всего неделю, ваша честь. Отклоняю. Но ваша честь. Ваша честь. Мы только хотим справедливости. Я сказал, отклоняю. Не тревожьте сон покойного детским шпионажем и сплетнями. Совершенно очевидно, что эти мужчины и женщина, муж и жена, мистер и миссис Эббетс. И поэтому я назначаю слушание по делу о наследстве на завтра на половину десятого утра. Был рад познакомиться мистер и миссис Эббетс. Ваша честь, у меня есть опыт в подобных делах. Мало ли что они говорят. Сэм, я богата. Могу купить, что захочу. Конечно, 15 миллионов долларов. И один я подарю тебе имин. Боже. Как обещала. Мы миллионеры. Да. Не могу поверить. Сэм, Сэм, ты видел бёрка? Нет, я только что вошёл. Поздравляю, золотой мальчик. Что значит золотой мальчик? Бёрк, старина Нёрдлингер в восторге от рекламных счетов. Каких счетов? Каких счетов? Ты что, с луны свалился? А, тех самых? Да, тех самых. Ты такой дурдом устроил своими выходками? У меня в последнее время возникли личные проблемы, и я совершенно забыл о рекламе Нёрдлингера. В любом случае, Бёрк и Нёрдлингер остались довольны. Им очень понравилось. Прекрасно. Да? А, Сэм-то, ты видел эту рекламу? Какую рекламу? Я давно не был в отделе медиа. Я тебе настоятельно рекомендую пойти и посмотреть на эти счеты. Они уже готовы? Готовы? Да их уже развесили по городу. Что ж, очень хорошо. Сэм, Сэм, друг мой. Это, конечно, не моё дело, но ты знаешь, кого выбрали обычные, добропорядочные семейные пары? Нет? Я дам тебе жирную подсказку. Это не мистер и миссис Линкольн. Нет? Кто же? Сэм, именно тебя я и хотел видеть. Сэм, пошли, пошли, пошли. Тут один человек умирает от желания тебя увидеть. Сэм, посмотри, кто здесь. Вы, сэр, осмелились встать передо мной и сказать «нет», сказать, что моя идея плохая. Что ж, сэр, я снимаю шляпу перед вами и говорю, что вы были правы. Вы нашли ключ к нашей компании, чистую, правильную рекламу. Вот вам моя рука. Спасибо. Вообще-то я хотел поговорить с вами обоими об уходе. Уходе? Что вы имеете в виду? В другое агентство, где больше платят? Нет, нет, ничего такого, сэр. Я неожиданно получил наследство и решил уволиться. Уволиться? Вы мой человек, вы мой ответственный исполнитель по рекламе. Поговорите с ним, Бёрк. Сэм, 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 ты, наверное, шутишь. Ты не можешь жить без этой работы. Это всё равно, что бросить дышать. Да, но теперь у меня есть деньги. Деньги? Что такое деньги? Сэм, иди сюда, посмотри. Сэм, смотри. Посмотри на этот щит. Разве он не великолепен? Никакие деньги, Сэм, не заменят того, что ты сможешь сказать. Я, Сэм Биселл, создал эту прекрасную, великолепную, правдивую, верно, рекламу. Конечно, я рад это видеть, но, с другой стороны, миллион долларов – это очень много. Мистер и миссис Сэм Биселл говорят, у Нёрдлингера лучшее молоко. Кто поместил туда это? Что, не там висит? О, нет. Это наше место, Сэм. У нас их 12. Это же всё погубит. Мистер Бёрк, их надо снять. Сэм! Привет. Мне некогда. Минуточку, это очень важно. Не могу с вами говорить, я очень спешу. Сэм, Сэм! Вернитесь! Что это с ним? Я обидел его. Убегая, вы не поможете делу. Стойте! Ребята, перестаньте там бегать. Начинай, Джим. Раз, два, раз, два, три. Хоть час, хоть целый день. В кресле этом сидеть не лень. Колесить, куда глаза глядят. Да, вот это настоящий кофе. Нет! Нет! О, нет. Вам лучше поговорить со мной, мистер Эббеттс. Это в ваших интересах. Мистер Эббеттс? Вы меня не знаете, но могу вас уверить, что я знаю вас, мистер Хадок между домами. Райнольд Шифнер, частный детектив. Не знаю, чего вы хотите, но я тороплюсь. Скандал – очень неприятное слово, сэр. Я наблюдал за вами с вечера вторника. Господи! Чего я только не увидел. Всего хорошего. Стойте! Стойте! Вам не избежать от обвинения в мошенничестве и обмане. Мошенничество и обман? Это займет всего одну минуту. Райнольд Шифнер, вы уже дали визитку, вы частный детектив. Большинство людей до сих пор думает, что мы носим котелки и жуем зубочистку. Это не так. У меня диплом Гарварда – научная специальность в области делового администрирования и права. Очень интересно. А еще диплом театральной школы – этим объясняется мой творческий подход в работе. Вы видели мой фургон с рекламой пылесосов. Еще у меня есть фургон сборщика вишен и автоцистерна. Автоцистерна для большого задания. Нас три человека. Мы можем работать месяц, не заезжая домой. Надо же. И что? Да. Что ж, перейдем к делу. Меня наняли кузен и миссис Эббеттс, Джек и Айрин. Я начал наблюдение во вторник вечером. Я видел, как вы шастали между домами. Бестыжий проказник. Вы меня видели? Я фотографировал камерой ночного видения. Посмотрите на эту красоту. А вот это, это. Чемпион по бегу. Да. Вы меня поймали. Действительно поймал. Это очевидно. Эти снимки являются заключительным неоспоримым доказательством для любого опытного детектива, что вы действительно мистер Говард Эббеттс. Какая старая история. Муж, которому наскучила жена-брюнетка, шастает через двор к соблазнительной соседке-блондиночке. И, вероятно, делает это уже много месяцев. То есть шастаю между домами. Но последние ночи вы не бегали. Знаете почему? Почему? Биссел был дома. Вернулся из командировки, полагаю. А что же мне теперь делать? Давайте поговорим тет-а-тет. Лучше всего это делать в вашей машине. Давайте, садитесь. Машина – лучшее место для приватных дел. Трудно поставить жучки. И трудно направить электронику на человека, когда машина на ходу. Если вы не против, я живу на углу 29-й и Гэри. Эти снимки продаются, мистер Эббеттс, за 500 баксов. Вы бы не бегали тайком, если бы не хотели скрыть это дело. Встретимся завтра вечером в офисе. Думаю, они стоили бы больше, если бы я не был Говардом Эббеттсом. Да, они бы стоили миллионы для кузенов и жирный бонус мне. Зачем вы это сделали? Люблю время от времени совершать экстравагантные поступки. Это повышает адреналин в крови. Вы сумасшедший! Вы меня слышите? Проезд воспрещен. Я хочу немедленно выйти. Что вы, я довезу вас до дверей. Какая славная улица. Вы любите виражи? Я их ненавижу. Остановите же где-нибудь. Скорость немного увеличится, так как улица идет вниз. Мне плохо. Слышите, мне плохо. Высадите меня где-нибудь. Вообще-то я люблю ходить пешком. Здесь всего 50 домов. Чепуха. Помогите. Я знаю короткий путь. Приехали. Теперь можете выходить. Скажите, а вы каждый день так ездите на работу? Конечно. Кто-то там наверху от вас без ума. Пока. Мин, Мин. Что случилось? Я встречался с нашим частным детективом. Я не знаю, когда они сделали фотографии, но на рекламных счетах я и Джанет. А чем это ты? Нельзя терять время. Пошли, дорогая. Сэм! Скорее. Объясни нормально. Подожди. Дорогая, объясню позже. Скорее к Джанет. Теперь, когда все закончилось и ты получишь деньги, я думаю, что ты права. Нам нужно жить раздельно. Ты ведь никогда не поверишь, что я люблю тебя и хочу тебе только счастья. Давай спокойно расстанемся. Я желаю тебе море счастья и прощай. Может, сначала обсудим? Джанет! Джанет! Постой, постой. Нельзя так врываться. Это очень важно. В чем дело? Берите всю краску, которая у вас есть. Краску? У вас же есть краска. Краска? Малярные кисти. Зачем? Наденьте старые вещи. Я жду вас в гараже. Зачем? Мин, в чем дело? О чем он? Я ничего не понимаю. Что-то насчет детектива и рекламных счетов. Это же... Детектив? Джанет! Джанет, вернись! Не связывайся опять с этим психом! Джанет, вернись, поговорим. Объясни мне, я ничего не поняла. Помнишь, я работал над рекламой Нёрдлингера. Не знаю, как они сфотографировали меня и тебя. Я не понимаю. Мы должны закрасить их к утру. Закрасить? Ты спятил. Вы не понимаете? Они думают, что я и Джанет Биссел. Семья Биссел. Что? Наши фотографии на рекламных счетах по всему городу. Метровыми буквами. Мистер и миссис Сэм. Тра-ля-ля. Продукция Нёрдлингер. И так далее. Если твои кузены... Мое наследство. Скорее поехали. Клади их в машину. Что ты собираешься делать? Мы поедем и закрасим лица. Нет. Да. Сэм. Ты сошел с ума. Джанет, нельзя портить чужое имущество. Тебя посадят. А что будет с моим наследством? Забудь о нем. Нам не нужны деньги. Ты в своем репертуаре. Если что-то не по тебе, ты никогда не поможешь. Господи, вы сошли с ума. Посреди ночи. Мин, тебе надо переодеться. В этом ты не можешь. Держи. Нет. Милая, некогда спорить. Нет, Сэм. Это зашло слишком далеко. Ты бросил работу. Разрушил нашу семейную жизнь. Это уже слишком. Я так больше не могу. Дорогая, подумай как следует. Подумай о миллионе долларов. Мне нужен мой дом, мои дети, мой муж и немного покоя. Оставайся, а я поеду. Я теперь безработный. Мне нужен этот миллион. Сэм. Что? Если ты уедешь, меня здесь больше не будет. Мин, ты ведь это несерьезно. Мне пора ехать. Сэм. Ты едешь или нет? Непонятно зачем. Скорее. Быстрее. Поверить не могу. Сэм. Посмотри, какая ужасная фотография. У меня ведь не такое худое лицо. Некогда собой любоваться. За работу. КОНЕЦ. 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 КОНЕЦ Это здорово! Ты не знаешь, что теряешь. Вы как малолетние преступники. КОНЕЦ Что здесь происходит? Мы школьные учителя. Я подрабатываю по ночам, чтобы прокормить жену и детей. Здравствуйте! Доброе утро! А что она преподает? Гигиену у девочек. Храни вас Бог за вашу работу. КОНЕЦ Спасибо за помощь, Говард. Ты молодец. Конечно. Я виноват только потому, что я не согласен с вашим безумным планом. Это войдет в историю нашего брака. Обещаю. Брака? Мы не женаты. Ты еще раз демонстрируешь поистине замечательную способность видеть вещи в извращенном и искаженном свете. И тебе кажется, что я делаю что-то нелепое. Ну да, портить среди ночи рекламные щиты по всему городу – это нормально. Не приходи ко мне плакаться, когда тебя поймают. Никто тебя не звал. Можешь убираться. Я могу. Вот и убирайся. Чего ты медлишь? Прощай, глупая. Прощай. И на этот раз навсегда. Прощай. Прощай. Как мы туда попадем? Я сниму комнату и поднимусь по пожарной лестнице. Жди меня здесь. Нет! Мы вместе начинали, вместе закончим. Только не в этом квартале и не в этом отеле. Пожалуйста, оставайся здесь. Но я... Пожалуйста! Отель «Мордашка». Привет! Мне нужен номер в западном крыле. Вы бронировали? Нет. Что, здесь надо бронировать? Простите, мест нет. Послушайте, я камевоезжор. Спасибо, Фрэнки, детка. Все нормально, Шерри? Потом расскажу. Я продаю краску. Моя машина сломалась, ее чинят. Мне нужен номер всего на один час или на два... Что же ты сразу не сказал, что тебе нужно? Кто тебя прислал? Чарли? Чарли? Да, меня прислал Чарли. Да. Двадцать баксов. Двадцать? Двадцать баксов, приятель. Четвертый этаж, номер четыреста тридцать четыре. Лифт там. Музыка. Спасибо. Входе. КОНЕЦ Двадцать баксов. Двадцать баксов. Двадцать баксов. Нет-нет, со мной этот номер не пройдёт. Что не пройдёт? Нет, чёрт побери. Я столько всего повидала, но это что-то новенькое. Вы... Дотронешься до меня кистью, я криком разбужу всех. Не надо. Ты псих, вот ты кто. Пожалуйста, тише. Держись от меня подальше, я всё расскажу Фрэнке. Он с тобой разберётся. Не говорите никому. Вы не понимаете. Вернитесь. На помощь. Пожалуйста, леди. Не надо кричать. Пожалуйста, не кричите. Не кричите. В чём дело? Перестаньте кричать. Леди, пожалуйста. Остановите лифт. Остановите лифт. Кто-нибудь, помогите. Кто-нибудь. Держите его. Держите его. Держите его. Он хотел покрасить меня. О боже, куда катится этот мир? Из всех паршивых насекомых ты самая отвратительная насекомая. Я отучу тебя лакировать баб. Подождите. Немедленно отпустите его. Хватит. Этот подонок ваш, дамочка? Да. Он мой муж. Так держи его под замком. Он хотел меня покрасить. Вы... Что за чушь? Он мистер Сэмуэл Биссел. Художник с мировым именем. Он приехал в ваш отель, чтобы укрыться от шума и суеты мира. И написать серьёзную картину. Без дураков? Он знаменит? Да. Биссел, Биссел. Кажется, я слышала это имя. Или это пылесос? А теперь я попрошу вас... Сюда, пожалуйста. Простите. Поехали. Нет. Езжай один, Сэм. И передавай привет, Мин. А как же ты? Я немного здесь задержусь. У меня остались незаконченные дела. Ладно, удачи. Пока. Джен. Джен. Убирайся. Джен. Убирайся. Я уже уходил, и мне это не понравилось. А мне понравилось. Мне никогда не было так хорошо. Врёшь. Ты тоже скучала по мне. Ничего подобного. О, Боже. Ладно, я старался. Видит Бог, я очень старался, но с меня хватит. На этот раз окончательно. Прощай. 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 Говард? Я только хочу сказать, что знаю, почему ты решил вернуться. Правда? Да. Из-за моих 15 миллионов. Вот почему. Что? Подожди-ка. Что? Ты меня слышал. Я тебе нужна из-за денег. Ты мне нужна из-за денег? Да. Как ты смеешь, как ты смеешь говорить мне такие вещи? Как ты смеешь повышать на меня голос? Убирайся отсюда. Не волнуйся, я ухожу. Но сначала я дам тебе то, на что ты давно уже напрашивалась. Хорошенький пинок под зад. Не посмеешь. Ну, сейчас ты от меня получишь, Говард Эббетс. Как тебе это? Я тебе сейчас задам. Нет, мистер, блокируйте ее левой. Давай, попробуй. И бейте левой, давайте. Не останавливайтесь. Послушайте, не влезайте. Ты опять это сделала. Прямо в трицепс. Дорогой, прости. Всю руку парализовала. Прости, тебе больно? Да, больно. Тебе от этого лучше? Да, лучше. Вот глупая. Извините нас, сэр, но у нас личные разборки. Извини, правда. Мне очень-очень жаль. Дурочка, я люблю тебя. И за эти месяцы я понял, как сильно я тебя люблю. Давай начнем все сначала. Дорогая, Мин, у нас получилось. Нет. Мин! Мин! Я не знала, куда идти. Чуть не сделала самую большую глупость в жизни. После стольких лет брака я не могу уйти от тебя и детей. Я привыкла к твоему глупому лицу и дурацким выходкам. Ты любишь меня. Ты полюбила меня, когда я работал клерком на почте. Мама! Мама! Папа! А вот и мы. Как здорово быть дома! Бабушка водила нас на карусе, я сидела на жирафе, а он качался вверх-вниз, и я упала. А Джена не упала, потому что она сидела на лошади. А ты знаешь, что бабушка вынимает зубы перед сном? Папа, можно я тоже буду вынимать зубы, когда вырасту? Да, жизнь вернулась в нормальное русло. Фильм озвучен студией СВ Дубль по заказу ВГТРК. Фильм озвучен студией СВ Дубль по заказу ВГТР.